МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Все мы знаем, что ребенок добывает себе пищу, маленький ребенок, посредством сосания. То есть сосание необходимо тогда, когда пища жидкая, а зубов нет. Но сплошь и рядом бывает ситуация, когда уже и пища самая разнообразная, и зубов полно, а мы все еще сосем. Ну а кроме этого мы сегодня узнаем. Ибупрофен был синтезирован в 1962 году, а с 1983 года объявлен безрецептурным лекарственным средством. Представляете, какой огромный опыт есть у человечества использования ибупрофена? Здесь пытаются ограничивать рождаемость путем стерилизации мужчин, например. То есть им при этом предлагают взамен всякие бытовые приборы, типа, я не знаю. Ну, самый большой это мотоцикл, а так, я не знаю, начинает утюга. Итак, друзья, сегодня попытаемся разобраться с темой сосания. Хоть мы тут написали сосание пальца, но предлагаю рассматривать вопрос шире. И пальца, и пальца, и соски, и пустышки. В общем, сосание всего. Сосанием занимаются все те, кто не имеет зубов и кто вынужден питаться, добывать жидкую пищу. Собственно, всем лекопитающим этим занимаются, но сосут не только грудь мамы, но еще и лапы, пальцы и так далее. И люди, и человекообразные обезьяны, и обезьяны нечеловекообразные, и всякие разные лемуры, и даже, как мы знаем, медведи. От чего это происходит? Когда ребенок появляется на ответ и начинает добывать себе еду, а поглощение еды – это самое большое детское удовольствие, то именно процесс сосания ассоциируется у ребенка с получением удовольствия. И эта привычка, сосание равно удовольствию, она закрепляется, после чего ребенок испытывает потребность в сосании в течение длительного времени. Как правило, большинство детей расстаются с желанием что-то сосать в периоде от двух до четырех лет. Многие намного раньше. Я бы хотел, чтобы вы относились к этому очень спокойно. Вот у нас очень часто, когда ребенок сосет палец или сосет пустышку, это превращается в какой-то нереальный повод запугивать маму. Но вот все начинается, вот давайте, когда все начинается. Вот слово «пустышка». Вот давайте возьмем «пустышка». Вот я сейчас смотрю, вот у нас товарищ с пустышкой, да? Вижу два, вижу три, вижу четыре, да? Пять. Пять. Вот сейчас только здесь пять детей сосут в процессе нашей передачи, да? Нормально это или ненормально? Вот я хочу, чтобы вы четко поняли. Это нормально. Потому что это дает ребенку возможность успокоиться, это дает ребенку возможность оставить в покое маму, а маме заняться своими делами. Это раз. Когда нельзя пустышку? Нельзя пустышку тогда, когда формируется процесс выработки молока. То есть практически в течение первого месяца жизни, когда становление лактации определяется интенсивностью раздражения соска, так вот именно в течение первого месяца жизни пустышка – это способ расстаться с материнским молоком. Потому что вместо того, чтобы раздражать сосок, он будет сосать эту пустышку, а потом он будет есть из бутылочки уже, да? Но после того, как вы отдышались после родов, отоспались, отдохнули, установился нормальный процесс лактации, молока достаточно, почему надо использовать грудь для того, чтобы заткнуть ребенку рот после каждой попытки этот рот открыть? Поэтому после того, как ребенку месяц исполнился, пустышка на здоровье. И все врачи всего мира считают на здоровье. Дальше. Следующая наша главная страшилка – это какая? Это будете сосать, будут что? Кривые зубы, неправильный прикус, да? Более того, смотрите, всегда, когда вы пришли к стоматологу, и спрашиваете, а что это мы вот такие вот? Это же наша национальная особенность. Когда вы приходите к врачу, первое, что должен сказать врач, это как вы довели ребенка до такого состояния. Вы приходите с ребенком, который кашляет, что ж вы, мама, вот это его застудили, да? Вы пришли с ребенком, у которого понос, чем же ж вы его накормили? Вы пришли с кривыми зубами, а он у вас, наверное, пустышку сосал. Ну, сосал, он же у всех сосал, да? Поэтому, хочу, чтобы вы услышали меня внимательно. Девочки, вы ни в чем не виноваты. Врачи всего мира считают, что сосание может испортить тогда, когда формируются постоянные зубы. Постоянные. Пока молочные зубы, ничего сосание не портит. Вы это понимаете? Услышьте меня, пожалуйста, успокойтесь. Вот если вас все время запугивают, ищите врачей, которые не запугивают. Замечательно. Я не призываю вас ходить с пальцами во рту и с пустышками до появления постоянных зубов. Нет, упаси Боже. А то потом вы скажете, что Комаровский именно этому вас и учил. Нет, вопрос не в том. Главное, на прикус, на здоровье зубов сосание пустышки не влияет. Это вы услышали? Замечательно. Молодцы. Да, еще вопросы. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, можно принудительно отучать от пустышки? Или ребенок сам должен прийти к этому и отказаться? Ну, смотрите, у нас же самая главная причина, почему мы хотим ребенка отучить от пустышки. Главная причина состоит в том, что на вашего ребенка показывают пальцами, и вы чувствуете себя ненормальной, неполноценной мамой, которой вот такой вот ребенок. Поэтому давайте сразу распределим возраст, когда это надо делать. Как правило, большинство детей самостоятельно расстаются с пустышкой возрасте от двух до четырех лет. Поэтому я бы искренне хотел, чтобы мы все-таки после четырех лет ничего не сосали. Ну, потому что на подходе постоянные зубы, и к этому времени от привычки сосательной лучше избавиться. Это раз. Поэтому, если все-таки мы приближаемся к этому возрасту, то надо совершать некие усилия, какие мы отдельно поговорим. Но я еще раз фиксирую внимание. Очень часто вы эти действия совершаете не потому, что плохо вам или ребенку, а потому, что этого требует от вас общество. Общество. Если вас общество достало, и вы не готовы с ним воевать, ради бога, можете в два года начинать попытки отучения. Договорились? Это все понятно. Я неоднократно уже рассказывал. Я это видел в нескольких странах. В каждом городе есть специальное пустышечное дерево. И вот вся семья, мама, папа, ребенок, у них праздник семейный. Идут прощаться с пустышкой. Они приходят, берут эту пустышку. На ней написано «Вася Тумбалайнын какой-нибудь». И вот эта пустышка Вася Тумбалайнына вешается на елку. Вокруг нее водится хоровод. Говорят, до свидания, пустышка. Здесь тебе будет хорошо, потому что там на этой елке еще 10 тысяч таких пустышек. Это семейный праздник. Я все время думаю, ребята, ну что стоит в любом райцентре, в любом городе, ну просто местному мэру поставить вот такую елку и сделать людям праздник. Тем не менее, давайте вскользь, поскольку время поджимает, попытаемся кратко перечислить способы, как мы можем расстаться с пустышкой. По большому счету, когда нам 4 года, то нам достаточно ребенка часто отвлечь, когда он сам понимает, что ему уже хочется с этим расстаться. Кстати, практически все ученые говорят, что если у вас не получилось расстаться с пустышкой до школы, то в школе он сам с ней расстанется, или с пустышкой, или с привычкой сосания пальца, он расстанется очень быстро, потому что все на него будут показывать пальцем, говорить, что ты не такой, а он хочет больше всего на свете быть таким, как все. Поэтому под давлением общественности, как правило, дети все-таки в школе очень быстро с этой вредной привычкой расстаются. Тем не менее, что можем мы? Традиционно у нас, по крайней мере, было принято в течение многих лет обрабатывать пальцы всякими невкусностями. Сок ягод калины, всякие настои трав, выпускается специальный лак, куда добавляют перец, и этим лаком мажут ногти. В общем, современная медицина считает, что да, это возможно, но относится к таким способам скептически. Ну, потому что ребенку неприятно, он просыпается среди ночи от того, что взял горькое в рот, и начинает рыдать, и будет всех. В общем, ребенка надо пожалеть, и говорят, что с ним надо много поговорить. В общем, понимаете, я хочу, чтобы вы это очень четко услышали. Когда мы говорим, что мама может зайти в аптеку и купить лак для ногтей с перцем, и решить таким образом проблему, то мы с вами моделируем ситуацию, когда мама может решить свою проблему сама. В любой стране, где пишут рекомендации, понимают, что если человек решает свою проблему сам, то этот человек не относит деньги в сферу услуг. Поэтому существует куча работ, где будет написано «Не надо мазать пальцы перцем». Это жестокость. Пойдите к вашему психологу семейному. Это покрывает ваша страховка. И таким образом и вам, и психологу, и страховой компании всем будет хорошо. Плохо будет только производителям лака с перцем. Тем не менее, сейчас придуманы еще, например, множество вот таких вот замечательных устройств, как вы видите на вот этой картинке. Их множество вариантов, которые надеваются на пальчик. Причем ребенок не может его снять самостоятельно. И эффективность вот таких устройств превышает 90%. 90%. Более того, как правило, когда ребенок начинает вот такую штуку засовывать в рот, он в 50% случаев бросает, а в 50% случаев меняет палец. меняет. Но они пошли дальше. Есть такие устройства, чуть ли не на каждый палец. То есть можно все пять пальцев закрыть. И обычно за неделю тема полностью закрывается. В общем, главное. Как бы давайте подведем итог. Ничего опасного в сосании нет, но оно должно быть прекращено, желательно до этапа прорезывания постоянных зол. Это понятно? Все сделали правильные выводы. Ну, значит, мы можем продолжать. Итак, друзья, мы продолжаем. Наша рубрика «Аптека». Сегодня говорим об ибупрофене. Ибупрофен однозначно должен быть в домашней аптечке. То есть каждый из вас обязательно в аптеку зайдет и обязательно один из вариантов ибупрофена купит. Ибупрофен является жароподвижающим, обезболивающим, противовоспалительным средством. Тем не менее, родители используют его почти всегда исключительно с целью борьбы с температурой тела. Мы говорили о том, что есть два главных препарата для борьбы с повышенной температурой тела у ребенка. Первый препарат парацетамол и второй препарат ибупрофен. Желательно, чтобы один из этих препаратов был в доме в свечах, а второй в жидкой лекарственной форме. И то, и другое может использоваться родителями в сочетании. То есть, если мы дали парацетамол и он не помогает, мы можем использовать ибупрофен. Опять-таки, напоминаю, что если плохо именно сейчас, то мы используем жидкие лекарственные формы, то есть внутрь. Если не очень плохо, но 38-го впереди ночь, то лучше использовать свечи, которые действуют медленнее, но дольше, и дают возможность спокойно встретить рассвет. Это понятно? Молодцы! Обращаю внимание на то, что ибупрофен был синтезирован в 1962 году, а с 1983 года объявлен безрецептурным лекарственным средством. То есть, с 1983 года, представляете, какой огромный опыт есть у человечества использования ибупрофена. И он продается без рецептов во всех странах мира. Исходя из этого, я обращаю внимание на то, что количество побочных эффектов при правильном дозировании очень небольшое. Поэтому все, что надо нам знать, это правильное дозирование. Читаем инструкции, помним о том, что ибупрофен назначается в дозе две легкие, очень удобные цифры. 5-10 миллиграмм на килограмм веса. Но, что очень важно, 5-10 миллиграмм на килограмм веса это разовая доза, но суточная доза не должна превышать 20 миллиграмм. То есть, если мы использовали разово максимальную дозу 10, то это можно сделать максимум 2 раза в сутки. И дать ибупрофен в принципе можно не чаще, чем 4 раза в день. И интервал между дозами должен быть не менее 6 часов. Запомнили? Молодцы. Я вижу, у вас есть вопросы. Отвечаем. Здравствуйте, доктор. Скажите, как правильно рассчитать дозировку ибупрофена в свечах? Она такая же, как в сиропе? Здесь правила, которые мы очень часто озвучивали вам в отношении парацетамола, не работают. То есть, ибупрофен всасывается достаточно полно из прямой кишки, поэтому при использовании свечей коррекция доз не нужна. Дозы остаются такими же. Да. Есть ли разница в форме выпуска для взрослых и для детей? По большому счету нет, но просто, как правило, таблетка дешевле, чем сироп, поэтому взрослому совсем не обязательно сироп пить, на папе можно и сэкономить. Пусть пьет таблетки. Опять-таки, таблетки удобно носить с собой, да? Поэтому, как правило, все-таки лекарственная форма, которая выпускается для детей, преследует одну единственную цель, чтобы он открыл рот и получил удовольствие, чтобы это было вкусно. Другой разницы особой нет. Понятно, что при высокой температуре тела чем лекарство жиже, тем быстрее оно всасывается из желудка, тем быстрее будет его эффект. Да, еще вопросы. Доктор, а подскажите, если кормящей мамы поднялась температура, надо ли отлучать на это время ребенка от груди? Большинство врачей всего мира считают, что если мама кормит ребенка грудью, она может принимать ибупорфен, и ребенка не следует на это время отлучать от груди. То есть грудное оскарбливание можно продолжать. Есть отдельные ученые, которые против, но большинство все-таки за. Так что кормить продолжаем. Еще вопросы? Подскажите, пожалуйста, если вот ребенок себя чувствует хорошо, но у него высокая температура, но ведет он себя абсолютно адекватно, играется, улыбается, то есть его это не беспокоит. Нужна ли на ночь чисто для ребенка, не для меня? Нет. Свечка. Если ребенок адекватен, если вы сделали все правильно, если ночь он проведет в чистой, прохладной, влажной комнате, если у него нет дефицита жидкости в организме, то есть вы его достаточно поите, то, конечно, вы можете совершенно спокойно не использовать жароподержающих средств. Спасибо. Да, еще вопрос. Еще один вопрос, можно? Если попытались при высокой температуре сбить ее жидкой формой вот ибупрофена, и ребенок часть проглотил, а часть уже ни в какую отказывается, то есть мы ему дали неполную дозу, получается, да? Что делать в этом случае? Интервал остается прежним, повторить не раньше, чем через 6 часов все-таки, но уже буквально через 40 минут, через час вы можете использовать парацетамол. Главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, очень часто в инструкциях, в справочниках, в книгах написано о том, что ибупрофен принципиально отличается от парацетамола тем, что кроме жаропонижающего и обезболивающего у него есть еще и противовоспалительный эффект. Это действительно так. Тем не менее, противовоспалительный эффект ибупрофена ну совершенно не сопоставим даже с противовоспалительным эффектом допустим ацетилсалициловой кислоты. Поэтому с этой целью его все-таки не используют. Есть препараты намного более эффективные. основные показания к применению ибупрофена это на первом месте повышение температуры тела на втором месте боль. Все. Противовоспалительный эффект другие лекарства. Доктор, так а все же что же лучше ибупрофен или парацетамол? Вы знаете, тут каждый кулик свое болото хвалит. Производители парацетамола в один голос утверждают, что парацетамола лучше нет. Производители ибупрофена говорят, что это не так. При использовании парацетамола есть проблемы со стороны печени, при использовании ибупрофена есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть проблемы есть и там, и там. Тем не менее, медицинская наука на сегодня считает, что любые разговоры о том, что лучше, это личные вкусы производителей или конкретных врачей. Нет однозначной информации о том, что парацетамола лучше ибупрофена или наоборот. Я точно знаю, я точно знаю, что когда встречаешь в специальной литературе статьи рекламного характера об ибупрофене, то начинаются они с жесточайшей критики парацетамола. Все статьи в пользу парацетамола начинаются с жесточайшей критики ибупрофена. Поэтому подтверждаем, есть два препарата. Один равен второму. Парацетамол и ибупрофен. Есть индивидуальные особенности детей и взрослых. Одним лучше парацетамол, другим лучше ибупрофен. Мы имеем реальную проблему, когда потребность в жаропонижающем есть, но мы не можем повторить парацетамол или ибупрофен, потому что есть риск в передозировке. Но можем сочетать эти два препарата. Поэтому мы еще раз повторяем для всех. В вашей домашней аптечке должны быть и парацетамол и ибупрофен. Один из препаратов в свечах, другой в растворе для приема внутрь. Сделали правильные выводы, пошли в аптеку. Ну, а мы продолжаем. Итак, друзья, наша любимая рубрика «Планета мам». С нами Аня из Индии. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Индия огромная. Откуда вы? Из какого места и как долго вы там? Да, я живу в городе, который называется Пандичери. Это на юге Индии. Мы, скажем так, отдельный штат маленький. Вокруг нас индийский штат Тамил-Надул. Здесь живут Тамилы. Это самый юг Индии. То есть Атлас через пролив уже Шри-Ланка, я так понимаю. Да, через пролив уже Шри-Ланка. Все правильно. И живу я здесь уже шестой год. Расскажите, пожалуйста, что в отношении Тамилов к детям может нас удивить? Вообще весь процесс, скажем так, связанный с продолжением рода, он в Индии очень зарегулирован. Причем по-разному. То есть в разных там кастах, религиях, разные традиции. А здесь на самом деле дети это лучшее, это там, не знаю, самая большая награда, которая может прийти в семью. Поэтому здесь пытаются ограничивать рождаемость путем стерилизации мужчин, например. То есть им при этом предлагают взамен всякие бытовые приборы там типа, я не знаю. Ну, самое большое это мотоцикл, а так, я не знаю, начинает утюга. В роддомах сразу стараются ставить женщинам спирали. Вот она родила, ей сразу пытаются поставить спираль, потому что знают, что иначе она не вернется и родит еще пятерых. Ну, причем просто потому, что на контрацепции речь не идет. Вот. большая часть населения особо не предохраняется и рожает там, не знаю, ну, сейчас, наверное, в среднем по три ребенка в семье. Беременность в Индии на самом деле считается, ну, фактически как болезнь. То есть вот девушка забеременела, все, она должна беречь себя, кушать фрукты, кушать много, кушать хорошую еду. Вот. И когда, скажем так, плоду исполняется семь месяцев, то мама беременная забирает ее к себе домой, потому что считается, что с этого момента молодая жена беременная не может выполнять свои обязанности и наоборот, за ней надо ухаживать. О каких обязанностях идет речь? О супружеском долге или о хозяйстве? Нет, о хозяйстве, о хозяйстве. То есть муж может навещать в родительском доме, вот, но живут они по отдельности. Но это, в принципе, мужчины тоже рады, у них там второе мальчишество наступает, вот, и жена остается с мамой где-то 5-6 месяцев, пока ребенку не исполняется 3 месяца. Ей не дают много работать, ее только кормят, вот, собственно, не знаю, делают ей массаж и всечески холят и лелеют. Понятно. Когда она родила, да, где-то до 3 месяцев ее семья помогает заботиться о ребенке, и потом уже муж может забрать жену вместе с ребенком домой. Послушайте, пока я не забыл, меня просто страшно взволновала вот эта история, которую я слышал про процедуру вытягивания носа. Расскажите. Ну, когда детки рождаются, у них же носики такие очень аккуратные, и считается здесь, в Томилнаде, что если вот так вот не брать и не вытягивать нос, то нос останется плоским, примерно, как у вьетнамцев, наверное, или там корейцы. Вот, соответственно, что носик... А плоский нос это некрасиво, да? Нет, плоский нос это некрасиво. Ух ты, как страшно жить. Он должен быть аккуратной формы, прямой такой носик. Вот, значит, вот эти бабушки берут маленьких деток, за их маленький носик, и вот так вот начинают его вот так вот вытаскивать вперед. И они вытягивают вот нос, вот так вот, ну, минут 15 в день вот так делают, и потом считается, что это помогает, что это делает деток красивыми. Кстати говоря, очень интересно, они выражают свою нежность по отношению к детям. То есть, если, например, индиец идет по улице и видит миленького ребенка, он его так вот хватает его за щеку, хорошо так хватает, вот, и так берет, и потом и целует руку, вот так. Вот. И это считается, ну, то есть, он не сам поцеловал, а как бы вот так вот передал свою нежность. Вот. Поэтому, когда ты идешь по городу, например, со светлокожим ребенком приятной наружности, то это просто невозможно. Каждый считает своим долгом ухватить за щеку, потрепать и вот это поцеловать. Но они делают это искренне, вот, поэтому это можно им простить. Они вышли. Да, я, честно скажу, я через это прошел, я просто прошел через путешествие с восьмимесячным внуком по Шри-Ланке, поэтому я вас прекрасно понимаю, что это такое. Да, расскажите про это зрелище, что мы видим сейчас. Да, мы видим классическое купание младенца. Обычно этим, то есть, я вижу, что младенцы, в общем-то, новорожденные, обычно этим занимаются не матери, а пожилые женщины, там, не знаю, старейшины общины. Вот, обтирают его, моют горячей водой. Видно, готовят к жизни в жарком климате. Вот, и после такого купания их намажут кокосовым маслом потом еще. Очень обильно. Это наша набережная. К сожалению, в Индии очень мало площадок детских. Вот, поэтому в качестве детских площадок дети, да, используют все, что попадается. Вот это символ нашего города, статуя Махатми Ганди. Вот дети приспособили себе под площадку, катаются там, играют. Вот видите, что мужчина несет ребенка на руках. У нас почти не используются коляски, то есть, коляски это что-то совсем нововведение. В основном, когда семья идет на прогулку, отцы всегда носят малышей. Давайте вернемся еще к детям. Расскажите, пожалуйста, вот эти традиции ухода за детьми. Меня интересуют вот эти особенности ногти, волосы. Вот там все нестандартно, насколько я знаю. Да, все нестандартно. Ну, начнем с ногтей. Их принято сгрызать. То есть, мамочки во время кормления берут на пальчики своего ребенка и сгрызают ногти, потому что считается, что таким образом они лучше чувствуют, где начинается кожа и не поранят ребеночка. К тому же, он в это время сосет грудь, поэтому ему вообще замечательно. Он ничего не чувствует, не возражает. Потом, что касается волос, их не трогают до года, потом в год, это целый, ну, где-то в 11 месяцев в год, это целый ритуал. Ребенка везут в храм, и там ему лезвием обревается голова на лысо. Если это девочка, то ей прокалывают уши и одновременно с этим вставляют сережки сразу в годик. считается, что таким образом ребенок прекращает свою связь, скажем, с потусторонним миром, из которого он пришел в наш мир. Потому что у него были вот эти волосики, которые у него были еще в утробе, теперь они сбриты. Эта процедура повторяется еще два раза, когда ребенку исполняется два и три года. Ну, и на мой взгляд, практическое применение этой традиции в том, что ревел ребенка меньше в шее. Понятно. Потому что это все-таки здесь достаточно ощутимая проблема. Еще, Анечка, какова роль мужчин вот в воспитании детей? Насколько они активны здесь? Да, они более чем активны. То есть я могу кому угодно посоветовать индийского папу, потому что индийские папы искренне любят детей и занимаются ими с удовольствием. То есть, например, индийские папы всегда развозят детей там на мотоциклах в школы, гуляют с ними на руках, там, не знаю, с ними занимаются. Даже мой муж, индиец, Тамил, он всегда в первую очередь там забирал детей, когда случалось что-то плохое, там, когда они плакали, когда у них что-то болело. Вот. Потому что здесь это абсолютно в культуре. Индийские папы очень ответственные отцы. Замечательно. Анечка, очень интересно с вами. Надеемся продолжить наше общение. Огромное вам спасибо, удачи. Спасибо вам большое за приглашение. Будьте здоровы. Всего вам доброго. Ну что ж, друзья, нам тоже пора прощаться. Спасибо, что вы были с нами. Это означает, что вы любознательные и здравомыслящие родители. И это также означает, что ровно через неделю мы встретимся в школе доктора Комаровского. Всего вам доброго. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал С нами Интересно. С нами Интересно.